Мы делаем эти рисунки в память погибших солдатов, которые защищали нашу Родину. Это еще один способ сказать спасибо ветеранам и показать, что их подвиг помнят. Учащиеся первой Назрановской школы собрались у окон второго этажа. Ребята дружно клеют символику Дня Победы. Здесь георгиевские ленточки, белые голуби мира и главный символ Победы – Вечный Огонь. Майский день Большой Победы. Я желаю мира вам, счастья, дому и соседям, близким всем и всем друзьям. Вторая мировая война – крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества, в который было вовлечено большинство стран мира. Она унесла от 50 до 85 миллионов жизней, повлекла за собой разрушение экономики и инфраструктуры. Многие города и страны лежали в руинах. Великая Отечественная изменила геополитическую карту мира, образовались новые государства и изменились границы. Ребята также сегодня поддержали акцию «Бессмертный полк». Учащиеся пятых и седьмых классов прошли по территории школьного двора с портретами воевавших своих дедов и прадедов. Родные этих маленьких патриотов смело отстаивали нашу страну. У Амины Ажиговой прадед Багаудин Накастхоев участвовал в битве за Ленинград в самой продолжительной в ходе всей войны. Это сражение шло с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. Его мама в старости много вспоминала о нем, гордилась письмами, которые приходили не от начальства. Там была благодарность родителям, которые вырастили защитника Отечества. Эти события сороковых оставили глубокий след в истории человечества. Они показали всю разрушительную силу войны и необходимость бороться за мир и взаимопонимание между народами. Вообще День Победы – это для нас величественный и очень значимый торжественный праздник. И сегодня мы, взрослые, обязаны передать историю, нашу историю, историю всей нашей страны, нашим детям, нашим потомкам. Для того, чтобы они помнили, знали, чтили свою историю, чтили память о своих предках, которые отдали жизнь за наше счастливое будущее. В школе на третьем этаже установлена постоянная экспозиция, где дети могут ознакомиться с фотографиями героев Великой Отечественной и самой истории жестоких сороковых. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз, 24.